Что объединяет все произведения в рамках жанра постапокалипсис? Общая разруха, гибель привычной цивилизации, разрушение различных общественных норм и повсеместная анархия. А там, где анархии нет, во главу угла, так сказать, встает право сильного. Далеко, думаю, за примерами ходить не надо. Безумный Макс, Дорога, Почтальон. Во всех этих произведениях есть какая-то одиозная личность, что противопоставляется главным героям. Главным героям, которые почти всегда, буквально следуя канонам фэнтези, куда-то идут. На север, где в последнем городе сохранилась цивилизация, к морю, где можно найти корабли и спастись, или еще куда-то. И в ходе этого самого путешествия герои постигают истину, понимают, понимают, что им действительно нужно, разочаровываются в утопии, к которой направляются. А после, как правило, свергают антагониста. И, конечно же, у этого правила были исключения. Это «Грани реальности», меня зовут Роман, и об одном таком исключении я хочу поговорить сегодня. С вас, как всегда, лайки, подписки и комментарии. Не забудьте поделиться своим мнением по поводу того, что я скажу. Да и вообще по поводу всего сериала, потому что «The Last of Us» и являлся тем самым исключением, о котором я говорил чуть раньше. Это была история, которая брала кусочки из мозаики постапокалипсисов и складывала их в свой собственный неповторимый узор. И так как сейчас на экраны вышла первая половина первого сезона экранизации этой игры, я не могу не подвести какие-то итоги. Получается ли у Крейга Мейзина и Нила Дракмана деконструкция жанра? Получается ли перенести атмосферу игры и насколько хорошо подходят актеры? Начать я хочу, наверное, с картинки, потому что она, как и музыкальное сопровождение, не вызывает отторжения, ибо выглядит все действительно очень и очень хорошо. Работа операторов, цветокор, декорации и грим – все это выполнено на высочайшем уровне и классно смотрится как в статичных, так и в динамичных сценах. Особенно на славу удались грибные зомби, которые здесь сделаны не с помощью компьютерных эффектов, нет. Это настоящие актеры, просто достаточно сильно загримированные. Так что в этом месте однозначно стоит отдать должное тем, кто создавал эти самые костюмы, делал этот самый грим, и тем, кто решился использовать в сериале именно практические эффекты. Все они выглядят очень дорого и очень красочно. Но, разумеется, создатели не могли не столкнуться с таким немаловажным фактором, что игра – это экшена третьего лица. И даже, несмотря на обилие катсцен, большую часть времени в рамках игрового процесса мы проводим за тем, что истребляем бандитов, зомби, еще кого-то самыми и разощренными и довольно экшенистыми методами. Так что где в игре мы уже отправили на тот свет несколько сотен противников, сериал нам показывает только пару экшен-сцен, количество убитых в которых не превышает и десятка. Если не брать во внимание взорванных в церкви зомби, но давайте их не будем считать. В конце концов, их смерть так или иначе осталась за кадром. Но тут стоит, конечно же, понимать, что было интересно в рамках видеоигры, не может быть интересно в рамках сериала. И поэтому создатели идут на те или иные хитрости, это перенося события буквально покадрово, а где-то урезая и выбрасывая на мороз лишние и ненужные, по их мнению, куски. Так переработке подверглось достаточно большое количество различных элементов. Будь то линия Билла и Фрэнка, или сам способ заражения грибком. Но в общей атмосфере всего того, что мы наблюдаем на экране, отлично прослеживается. Именно что дух оригинальной игры. И в этом особенно, конечно, отличились первые две серии. Начало всего этого апокалипсиса, чуть ли не хичкоковский эпизод с нагнетанием и бомбой под столом. Тавки растут с каждой секундой и становятся только интереснее и интереснее. Создатели сходу толкают персонажей в объятия зрителя и, в принципе, отлично их презентуют. Грамотно выстраивают характеры и взаимоотношения таким образом, что даже к каким-то эпизодическим героям мы успеваем привязаться. Тут стоило бы сказать про так называемый мисткаст. Эту историю, наверное, уже переживали практически все в интернете. И я не хочу повторяться. К тому же спорные поначалу сейчас эти кастинговые решения уже не кажутся такими вопиюще глупыми. И да, конечно же, хотелось бы каких-то других актеров на ролях, но что имеем, то имеем. К тому же Педро Паскаль сидит в образе Джаэля как влитой. Что неудивительно, ведь он играл подобного толка роль и уже не один раз. Если вам интересно узнать подробности, переходите по ссылочкам. Может быть, я уже сделал видос на эту тему. А если еще не сделал, то обязательно сделаю в ближайшее время. Но сейчас, впрочем, не об этом, потому что весь остальной каст тоже, в принципе, попадает в свои образы плюс-минус на 90%. Даже Белла Рамси, которая вызывала самые ожесточенные срачи в интернете по поводу того, насколько она не похожа на Элли из оригинальной игры. Но с этим придется как-то смириться. Потому что актрису явно менять никто не собирается, даже несмотря на все наши котелки. Впрочем, одними только актерскими перформансами сыт не будешь. Так что приходится обращать внимание не только на атмосферу и актерскую игру, но и на сюжетную составляющую. И вот тут возникают некоторые проблемы. С одной стороны, у Найтс есть грамотно выстроенная и развивающаяся шаг за шагом история. Она рассказывает о том, как Джоэль ведет Элли к пункту назначения. Та самая история, которая была рассказана в игре. Я ее знаю, и она не вызывает у меня никаких вопросов. С другой стороны, есть очень классные атмосферные эпизоды, которые возвращают нас в прошлое и рассказывают о том, как начиналась эпидемия. И надо сказать, эти эпизоды являются самыми атмосферными во всем сериале. Но с третьей стороны, авторы явно страдают тем, что хотят показать нам не просто хорошее кино, но и еще какое-то глубокомысленное искусство. Они то и дело добавляют какого-то символизма, вводят параллельные сюжетные ветки, которые заканчиваются в той же серии, в которой и начинаются. И проводят параллели между героями, как будто бы только для того, чтобы добавить так называемой глубины в историю. Вот только беда в том, что история и без того была достаточно глубокой, интересной и ладно выстроенной. И поэтому, когда в четвертой серии нам пытаются показать взгляд с другой стороны, со стороны людей, напавших на Джоэля и Элли, это выглядит немного странно. Потому что там, где в игре показывали их бесчинство и дикости, в сериале пытаются выстроить какой-то образ благородных свергателей несносного режима. Да, пускай это как-то расширяет мир, сериал Мир и вселенную The Last of Us, это в принципе пока никак не работает на продвижение самой истории. Да, конечно, авторы вывешивают несколько ружей, которые выстрелят чуть позже. Но делают это как-то уж слишком топорно. Ведь они могут рассказать эти моменты гораздо тоньше, как они делали в первой, во второй и третьей серии. Но здесь почему-то все выполнено именно так. Впрочем, может быть это просто подводка к какому-то экшен-эпизоду, который ждет нас в дальнейшем. Честно сказать, я очень на это надеюсь. Поэтому с нетерпением буду ждать новых серий и с удовольствием поговорю о них в будущем. Это были Грани Реальности, промежуточные итоги подводил Роман. Подписывайтесь, ставьте лайки и помните, не зацикливайтесь на одной грани. Лучше посмотрите их все.